Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться обзором довольно-таки удобного разместчивого инструмента для стойлера. Начнем с самого простого. Вот такое приспособление с Aliexpress, предназначено для дополнения к нашим обыкновенной металлической линейке, чтобы из нее сделать самый такой простой рейсмус. Также его можно использовать как угольник отмечать под 90 градусов и под 45 градусов. Рассчитан он на линейке максимальная ширина 30 миллиметров и толщина 2 миллиметра, но 3 миллиметра она тоже закрепит, поскольку в этой системе сделан зажим линейки происходит за счет как вот здесь пазы как у ласточка на хвоста, то есть скошенной, поэтому линейка она как бы зажимается сверху получается. Выполнение этот инструмент довольно-таки удобно, качественно, хорошая алюминия, очень приятно держать его в руках и самое очень удобное это то, что он очень компакт, то есть он занимает очень по сути очень маленькое место, можно его просто держать в кармане, допустим, когда под рукой не надо обязательно носить с собой угольник, а допустим достаточно линейку, то можно также сразу, имея вот такую штуку в кармане и имея линейку, она не занимает много места и можно сразу тоже скомбинировать и сделать себе такой мини угольник рейсмус. В общем удобное приспособление для таких вот столярных работ, тем более что очень часто в столярной работе нужны много, скажем так, разметочных инструментов, то есть много, скажем даже рейсмусов, поскольку когда работаешь с разными размерами, надо их все время повторять, то очень удобно иметь какие-то простые рейсмусы, которые могут поставить очень много разных размеров, их просто менять в процессе работы, просто менять рейсмусы между собой и не постоянно менять эти размеры, то есть не менять сами данные на этих инструментах. Какой здесь есть небольшой недостаток вот в этом приспособлении? Ну, во-первых, это то, что ручка, которая производителем сделана была, она выступает за габариты самого инструмента. Это очень неудобно, поскольку если кладешь его, хочешь где-то ввести по материалу, то вот эта выступающая ручка, она все-таки не дает нормально положить инструмент на поверхность, поэтому я эту ручку переделал просто, делал более компактную, так, чтобы не вылезал за пределы материала самого инструмента. Второй небольшой недостаток, я бы сказал, что, не знаю, может было бы это немножко по-другому сделать, все-таки вот это расстояние, которое, когда надеваешь линейку, вот это расстояние 13 мм, ну, на мой взгляд, можно было что-то продумать и сделать как-то, ну, хотя бы 6 мм, потому что, когда работаешь с каким-то тонким материалом, например, там 6 мм, и он лежит на верстаке, на материале, то расчерчивать, размечать материал, который тонкий, в то время как у тебя здесь 13 мм, не позволяет это сделать, то есть удобно было бы, если хотя бы здесь было 6 мм, то есть потоньше, может был наверх потолще, а вниз потоньше, потому что, если будете себе что-то такое подобное делать, то продумайте вот этот вариант потоньше его сделать, то есть вот этот крепежный системы можно перенести на другую сторону. Я решил также немножко доработать это приспособление, я, вы видите, здесь просверливаю отверстие, в него оставил винт, переточенный на иголку, ну, это для того, чтобы просто сделать из вот этого обыкновенного вот этого рейсмуса, скажем, вот этой приспособы, можно было бы сделать такую приспособу, которую можно было бы наколоть и уже чертить, скажем так, окружности, то есть если уже есть какая-то база, то за ней зацепиться, но я в основном ее использую для, с другим инструментом, поэтому в этой комбинации я практически не пользуюсь, именно вот этой версией не пользуюсь. Следующий очень полезный инструмент, это вот такой циркуль, тоже с Алиэкспресс, я, циркулейт она очень много, но если маленький циркулейт, но когда нужны все-таки побольше, какие-то большие радиусы, то надо все время прибегать к каким-то другим приспособлениям, их очень много, но в чем разница, допустим, удобства именно циркуля, это все-таки то, что мы не только круги и черти, мы можем какие-то делать разметки, то есть повторяющие, ну, как циркуль, есть циркуль, то есть его не заменить, какие бы там ни были приспособления, но в столярной мастерской все-таки для стойлер циркуль все-таки незаменима вещь. И мне понравился, вот тоже купил на Алиэкспресс вот такой циркуль, мне он очень понравился тем, что вот у него большой размер, то есть вот этот размер, который у меня сейчас в руке, это 25 на 90, то есть это маленький размер, есть еще размер еще больше, то есть это еще больше у него размера разметки, то есть этот циркль рассчитан для разметки диаметра в 90 сантиметров, то есть почти, ну все, 90 сантиметров таким циркулем можно делать разметку. Чем мне очень пригляделся этот циркуль, это то, что здесь у него вот эти, во-первых, вот эти детали, они все сделаны из металла, во-вторых, ну пластик довольно-таки твердый, то есть чувствуется, что качественно сделан, то есть не знаю, как его можно сломать, ну, конечно, умудрится, но можно сломать. Что мне очень понравилось в этом циркуле, это все-таки то, что здесь вот эти головки, их можно регулировать, то есть их можно изменять угол наклона этих головок, то есть если очень большой идет, большой диаметр идет, то его можно регулировать за счет того, что можно переставлять эти головки под какой-то угол, и уже делать большие разметки, то есть большие какие-то вот такие разметочные работы. Можно даже этот циркуль сделать вот такой, то есть максимальный диаметр сделать это сейчас получается здесь, между центрами здесь получается где-то 45 сантиметров, то есть в диаметре у нас будет 90 сантиметров, то есть довольно-таки большой, ну, для меня слишком, но это довольно-таки большой диаметр, чтобы делать разметку вручную. То есть мне вот такой циркуль очень нравится, потому что я, ну, таких вот других вариантов, вот с такими возможностями я не встречал. Ну, естественно, я эту циркуль немножко решил также доработать, как и остальные инструменты, доработать под себя, я вот сделал на 3D принтере вот такую насадку. Во-первых, это насадка для того, чтобы просто защитить инструмент, вот эту иглу от, ну, чтобы себя не поранить и не затупить эту иглу, потому что она довольно-таки острая, ну, такая большая, большая игла, то я сделал вот такую насадочку. Она надевается на вот эту иглу, то есть она защищает меня от уколов, и одновременно у меня получился вот такой вот разменочный инструмент, очень похожий вариант на то, что есть у Veritas для разметки контуров. То есть вот эта игла, то есть выступающая вот эта игла, ее можно, конечно, выставлять, то есть под размер, который нужно, то есть под тем углом, которым очень удобно для себя, и, скажем так, повторять контур, то есть упираясь вот этим краем, упираясь на базовую какую-то рельеф-форму, и, проводя его, можно повторять карандашом, повторять контур у Veritas вот этот инструмент, он имеется, но он дорогой, может быть, для больше, для плотников подходит, но я решил, что раз уж у меня такой циркуль имеется, просто небольшая доработка, просто сделать именно такой вот конус, который доставлял бы маленькую точку соприкасание с профилем, и этим профилем можно проводить и повторять контур изделия, скажем так. Ну, а так, в основном, да, могу сказать, очень рекомендую, вот, купить вот такое себе, приобрести вот такой циркуль, он довольно-таки удобный. И, кстати говоря, о чем разница, почему обязательно стойлер надо иметь циркуль, я бы сказал, даже вот такой циркль, потому что он большой, сразу дает вам большие возможности по сравнению с другими маленькими циркулями, то это то, что у нас есть много разных инструментов, которые предназначено даже то же самое взять, если взять его в комбинацию, скажем там, с линейкой, или с каким-то, ну, как обычно у нас есть, какие-то всякие там, гвоздиком, палочкой, гвоздиком, карандашиком по всей этой, все это рассчитано на работу уже с гладкой поверхностью, то есть, где ровная, гладкая поверхность, ну, если работаешь на какой-то неровной поверхности, там, грубой древесины, грубый какой-то материал, то есть, вот, именно гладкой, по гладкам работать не получится, то циркуль в этом деле, в этом момент очень хорошо помогает и выручает. Следующий очень удобный и мультифункциональный вот такой инструмент Reismus, это вот такой вот Reismus, очень похож на штангенциркуль, но на самом деле это, по сути, тот же самый Reismus. Очень выполнен, очень удобно, имеет очень много функций и очень, я бы сказал, он на сегодняшний момент стал самым моим любимым, поскольку у него, из него можно взять очень многое. Значит, выполнен он из хорошего алюминия, черного цвета, у него есть две шкалы, то есть, есть метрическая и есть инческая шкала. Здесь также имеется две шкалы, то есть, одна шкала предназначена для работы с этим краем, а вторая шкала предназначена для работы от отсчета от вот этого края. Предназначен он, в основном, для измерия, то есть, он очень удобен тем, что можно измерять по большой траектории, то есть, большая площадь разметки получается, это 10 сантиметров здесь вот такая вот платформа, скажем так. И также рассчитано на то, что вот, допустим, если вы работаете, скажем, на открытых поверхностях, можно использовать такую широкую вот эту опорную разметочную платформу. И если надо измерять какие-то более мелкие глубины или какие-то разметки, где вот эта платформа не входит, ее можно просто рассчитывать на то, что можно просто перевернуть и уже разметку делать отсюда до опорной балки, и разметка идет уже вот эта другая, другая вот эта шкала, она уже начинает, идет отсчет, то же самое идет, только уже идет на маленький. То есть, он удобно как бы с двух сторон, так или так можно использовать. Значит, на этом рейтмусе находятся две вот такие вот винтика. Один винтик, это чисто сфиксировать, и один пластмассовый винтик, это чисто для того, чтобы убрать люфт, потому что он сам по себе, если вот его двигать, можно слышать, что он такой идет как по сухому, здесь никаких пружинок нет, как обычно в штанге-циркуле, здесь просто, ну чисто по сухому, вот как оно двигается, так оно двигается. И вот этот металлический винтик, вот этот пластиковый винтик, он убирает вот этот люфт, чтобы не было болтанки, и он немножко позволяет нормально двигаться инструменту. Значит, он также, его можно использовать для разметки под 90 градусов, и также под 45 градусов, то есть это очень удобно. Конечно же, каждый инструмент, который какой бы он ни был самый красивый, самый удобный, его все равно надо как-то отрабатывать, отрабатывать все-таки под себя. Ну, хочу сказать, что, допустим, вот если у меня, поскольку имелся вот этот, вот это приспособление для как бы изготовления мини-рейтмуса, его также можно использовать и для использования, для комбинации с этим рейтмусом, то есть чем удобно. Здесь я устанавливаю, устанавливаю один размер, здесь я устанавливаю другой размер, поскольку имеется та же шкала, я ориентируясь на верхнюю шкалу, можно вставить вот этот блок, вот этот приспособление, можно вставить на нужный, не нужный размер, тем самым у меня получается два размера одновременно, два разных размера одновременно находятся на одном инструменте, то есть можно использовать как, скажем так, в продольную и также поперечную, то есть получается два размера находятся сразу на одном инструменте. следующая доработка опять же могу сделать исходя из этого же блока, который я вам показывал я на нем сделал отверстие с винтом под иголку я сделал опять же на 3-3 принтере вот такую насадочку ее можно будет надеть на окончание вот этой линейки, здесь уже имеется отверстие и теперь у меня имея эту приспособу, можно сюда поставить карандаш закрепить карандаш поскольку на этой приладе у меня находится отверстие то есть находится иголка, то есть можно опять же сделать из этого же рейсмуса можно сделать разметочный рейсмус для очерчения разметки окружностей то есть получается уже еще дополнительную функцию добавил для это уже инструменты еще одна функция очень удобная можно использовать это для выставления высоты пилы на своей циркальной пиле следующая доработка этого же рейсмуса можно сделать еще так же я сделал дополнительные линейки ну вот допустим взять вот к примеру, я вам просто чисто для примера вот я экспериментировал, делал вот такую насадку то есть насадку-линейку и могу сказать, что допустим вот тоже самое здесь сделал отверстие для для сверления отверстие для ручек и мебельных ручек и поэтому вот что-то подобное инструмент я видел на Алиэкспресс но он именно только для того, чтобы сверлить отверстие для ручек он стоит дорого а на пользу не так часто его используют имея вот такой рейсмус и сделай просто приладу сделай вот такую приладу на сверлении отверстие расстояние, которое нужно для ручек и можно уже использовать при сверлении, скажем этих мебельных ручек для мебельных ручек отверстий поскольку расстояние здесь можно просто регулировать и достаточно просто найти какой-то фиксатор и можно уже сверлить отверстие для ручек Не надо для этого специальный какой-то, очень уж специальный инструмент покупать, хотя можно просто использовать этот же самый рейсмус. Я сделал еще дополнительное приспособление для этого рейсмуса. Это вот такую вот линейку. Вот такая вот линейка. Сделал я из поликарбоната. Я давно мечтал себе сделать линейку из прозрачного материала. И вот сделал я вот такую линейку. Эту линейку я сделал, чтобы можно было использовать чисто для размет каких-то других размоток, но также и для в комбинации вот с этим рейсмусом. То есть если я его надеваю на вот этот рейсмус, то у меня получается размесочная площадь получается 60 сантиметров. То есть я 60 сантиметров линейка. Она мне позволяет выставлять на ту глубину, конечно, надо учитывать еще 3 сантиметра, которые вот именно от самой оригинальной линейки до края 3 сантиметра. Но тем не менее у меня уже получается, что разметкам надо не вести весь этот рейсмус по всей длине, а просто раз приложил. Если 60 сантиметров у меня есть, меньше 60, то есть получается разметка идет за один раз. То есть это очень удобно за один раз сделать полную разметку по всей длине, скажем так, 60 сантиметров. То есть вот эти 10 сантиметров, которые были, я их увеличил на 60 сантиметров. Это очень удобно. Но в основном хочу сказать, что вещь очень удобная, очень, как вы видите, мультифункциональная. То есть действительно он мультифункциональный. И его можно вот именно такими вот всякими дополнениями, можно увеличить его функции, можно увеличить, ну не знаю, по-моему, наверное, можно все больше и больше придумывать. Потому что это я уже придумал чисто такие, мне нужно, я думаю, со временем будет, может быть, еще что-то появится. На базе вот этого инструмента можно уже расширять вот этот вариант. Так что рекомендую купить такую себе и, я думаю, не пожалеете. Теперь немножко хочу рассказать вот об этой линейке. В чем здесь такое особенное? Ну, как вы видите, она сделана из прозрачного материала, из поликарбоната. И, если вы заметите, у меня здесь центральная часть, это находится в середине. То есть ноль у меня находится в середине. Идет сюда отсчет от 0 до 30 и сюда от 0 до 30. Этих линейок в магазине, как таковых, практически невозможно встретить. Хотя они довольно-таки, очень, довольно-таки удобны и полезны для столяра могут быть. Дело все в том, что, когда вот, например, когда мы каким-то работой занимаемся и нужно сделать разметку, но края не определены. Допустим, у меня на ЧПУ-станке я все, практически все работы у меня начинаются с середины. Потому что края, они могут быть не обрезанные, какие-то неровные. Мне их не надо выравнивать, обрезать, потому что все равно после фрезерования все это пропадает. Поэтому мне главный центр. Но центр надо найти его по отношению к тем краям, что имеется в наличии. Поэтому я очень часто использую, допустим, когда мне надо найти центр моей детали, но края, они могут быть разных, варьироваться и за них зацепиться невозможно. То именно вот используя линейку, которая находится, 0 находится в середине, очень удобно находить центр, поскольку сразу идешь в соотношение и видишь эти соотношения. С этой стороны такая, с этой стороны одинаковое соотношение, сразу же находишь центр. Это очень-очень удобно для, скажем, для столя, хотя почему-то таких линейк почему-то я не встречал в магазине. Эту линейку можно также сделать, допустим, при помощи, вот, можно купить на Алиэкспрессе вот такие полоски, наклеивающиеся полоски. Для, обычно, для каких-то, для станков, для каких-то приспособлений есть вот такие вот полоски. Но сейчас эта полоска у меня просто наклеена на алюминиевую полоску, вот, в 2 миллиметра. И то же самое здесь у меня 0 находится в середине, но это у меня уже такая линейка на 1 метр. И она, 0 находится в середине, и вот за счет вот этого можем быстро находить центр детали, чтобы потом продолжать работу. То есть именно работать от центра очень удобно. Могу сразу сказать, что, обратите внимание, что очень удобно выбирать все-таки такие вот полоски, скажем так, самоклеивающиеся полоски. Выбирайте их или белого цвета, или они желтого цвета есть, очень тоже удобные. Но не берите вот такие вот полоски, это как бы из нержавейки. Из нержавейки очень удобно, потому что, во-первых, она сильно отсвечивает от света. То есть когда вы работаете, и вы стоите в таком позиции, что свет от лампы падает на линейку, она отсвечивает, и вы уже эти риски уже не видите. Может, не видно их просто становится, потому что от света от самой линейки. Поэтому лучше все-таки берите, если будете делать, то берите все-таки крашеные, потому что, ну, как я это называю, крашеные, скажем, да, нанесенные краской. Они все-таки более на них, у них просто белый цвет или желтый цвет, быстрее видна разметка. И они довольно-таки удобны, даже при разном сорте освещения они очень удобны. Поэтому я считаю, что все-таки вот эти линейки, которые имеют возможность от середины отмерять, то они довольно-таки, я считаю, что у столера они должны быть. Ну, сам по себе очень удобный в том, что вот из прозрачного материала сделано, это то, что при разметке, при работе ты видишь весь материал, то, что находится под линейкой, все это видно. Единственное, что недостаток есть во всех вот этих, ну, я не знаю, во всех вот, в такой прозрачный, это то, что они все-таки царапаются. Потому что все-таки полиокарбонат, он очень твердый материал, то есть он его очень сложно сломать. Он тверже даже, по сути, по своей крепкости, тверже, чем стекло, но он все равно царапается. Поэтому, если и делать, у меня вот, я обычно вот такие, если делать, то я обычно сзади еще приклеиваю прозрачный скотч, чтобы он, линейка ходила на скотч ложилась, а не на сам материал, они не так сильно быстро царапались. Ну, и, соответственно, здесь очень удобно, то, что я на этой линейке сделал косой, скажем так, сфрезеровал по 90 градусов скошенный край, и поэтому после полировки он получился как уличительное стекло. Вот, и получается разметка, которая у меня внутри отфрезерована, она сверху, она становится очень близко, то есть, получается, мой карандаш и разметка находятся очень близко к материалу, что доставляет возможность более точно работать. Ну, и, соответственно, конечно же, я сделал здесь одновременно вот эти отверстики, каждые 5 миллиметров отверстики, но это для того, чтобы можно было позволять какие-то возможности разметки. Также очень удобно, допустим, эту линейку, вот такую плавную линейку использую именно при разметке от центра, это, к примеру, когда, ну, это в основном используют ребята, которые токарными работами занимаются по дереву, у них есть такие прозрачные шаблоны с радиусами, когда они кладут их наверх своего, скажем, там поперечного слепа, то есть, они видят, сразу могут определить, где у этого спила, где находится центр, то есть, более оптимальный. Ну, поскольку я токарными работами не занимаюсь, но иногда тоже, иногда требуется найти какой-то центр от какой-то поперечного спила. И вот именно такая линейка, она мне позволяет то, что здесь можно просто в центр поставить, просто, опять же, поиском соотношения слева и справа одинакового размера, можно смотреть, можно смотреть так, просто сопоставлять, и на крайний случай можно просто на ноль, в позиции ноль поставить иголку воткнуть, и уже при помощи карандаша можно уже делать разметку по, то есть, получается, как бы, опять же, получается циркуль, которым можно эту линейку использовать, как циркуль, просто вставив иголку в середину и выбрав нужный какой-то размер базовый, и с него уже делать какую-то конкретную разметку. Еще один интересный, удобный, разметочный инструмент, это вот такой вот угольник. Тоже сделан из поликарбоната, то есть, тоже прозрачный инструмент, который мне позволяет работать, ну, сделать какие-то определенные разметочные работы. В магазинах, практически во всех, вот, где я не встречал, везде были, вот, или один край какой-то разметка, или оба края есть, и какие-то, и где внутри, и снаружи разметка идет, но там идет, как правило, соотношение 20 на 15, 30 там на 20, то есть, не пропорциональный, а мне очень нужно было, чтобы угольник был пропорциональный, то есть, с двух сторон был тоже 30 сантиметров, примерно, в этой ситуации 30 сантиметров. Для чего мне нужен такой вот угольник? Ну, во-первых, мне очень часто приходится использовать, именно, дигитализировать какой-то объект, то есть, бывает, что приходит клиент, и он приносит какой-то объект, говорит, надо его повторить на чипу станки, или что-то подобное сделать, но размеры надо с него как-то снимать, и поэтому, чтобы, у меня не сканер, ничего нет, то есть, нужно делать это все-таки, все это делать вручную. Поэтому приходится брать этот объект, обводить его контуром по, скажем так, на листе бумаги, находить центр, и потом уже, прикладывая от центра, то есть, беря линейку, кладя линейку на центр объекта, можно было прикладывать вот такой вот угольник, и каждый сантиметр можно было считывать расстояние от центра до вот этой точки, тем самым снимая вот такие размеры, потом все это перенося в компьютер. Поэтому мне для меня очень важно было, чтобы можно было замерять как с этой стороны, так и с этой стороны, то есть, одинаково, чтобы не было мне там, что с этой стороны у меня 30, а этот 20, чтобы мне было с обеих сторон, как с правой, как и с левой стороны, можно было мне снимать размеры. Ну, соответственно, поскольку этот угольник у меня имеется, я решил из него сделать еще немножко добавить функцию, и именно сделать из него, ну, скажем так, традиционный, почти традиционный угольник. То есть, я добавил что? Просто к этой линейке я просто добавил дополнительную планку. Эта планка надевается на, за счет трех штырей по 6 миллиметров, которые, тем самым, они мне сделали игольник, который мне позволяет, опять же, видите, он сделан так, чтобы у меня, когда планка ложится, то у меня от угольника еще 5 миллиметров. То есть, получается, мне эти, эта часть, она у меня, она лежит на материале, и эта часть, и эта часть лежит на материале, это доставляет очень большое удобство при работе, скажем, разных разметочных работах. То есть, можно вести таким образом разметку, то есть, можно вести, как правило, расчет был, что разметка идет изнутри. Если мне нужно, как обычно делать, что если надо сюда висеть, надо переворачивать, в этой ситуации у меня так это не получится, поскольку у меня разметка сделана, скажем, внизу, и на этой линейке у меня также сделано косой такой спил, что позволяет мне, как увеличительное стекло, увеличить эту вот эту разметку, то есть, улучшать видимость самих вот этих черточек, полосочек. Поэтому разметка у меня, работа у меня идет именно только с этой поверхности, то есть, переворачивать нет смысла, потому что там уже... Поэтому я немножко решил для себя другим способом, я просто переношу вот эту упорную линейку, просто переношу на другую сторону. И у меня уже можно будет работать уже, эта линейка, как с правой стороны, так и с левой стороны. То есть, это такой немножко мультифункциональность, то есть, можно использовать без этой упорной линейки, можно использовать с этой упорной линейки, то есть, разницы, в общем-то, большой нет, но очень удобно тем, что можно просто быстро менять этот угольник, просто как с левой стороны позиции, так и с правой. Поэтому очень, если есть где-то у вас возможность такую сделать или найти, или купить, то рекомендую, очень удобная вещь. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, вам это было интересно и познавательно. Не забывайте подписываться, жать на колокольчик, пальцы вверх или вниз. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok